Добрый день, дорогие телезрители! Снова с вами самая добрая позитивная передача Куншах в прямом эфире на календаре 4 октября, пятница. Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций и только хорошее настроение. Сегодня мы отмечаем Всемирный день защиты животных. Этот международный день призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Земля наших братьев меньших и установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. Именно на эту тему мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Оставайтесь с нами в течение 40 минут. Все самое интересное впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в течение 40 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в течение 40 минут. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Саша Киселева, Алина Гусейнова, Софья Филиппова, Илья Кочерешкин И также здесь у нас волонтеры Анастасия Пода и Елизавета Шапошникова Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе Думаю, что ей сейчас... Как ее зовут? Илья, есть? Нет, имени нету Давай мы передадим все-таки сейчас Эту красивую змейку тебе, Илья Мне кажется, у тебя в руках ей будет более комфортнее Ну и Татьяна Николаевна, всегда мы рады вас видеть у нас в студии У нас уже как бы сложилась такая традиция, что каждый год 4 октября Мы встречаемся здесь на нашей передаче Куншуаха И говорим именно о защите животных И эту тему мы сегодня снова посвящаем именно животному миру Скажите, пожалуйста, вот сегодня каким-то образом вы отмечаете тоже этот день у себя в биолого-экологическом центре Какая работа проводится у вас в этом направлении? Я думаю, что, Феакуль, вы тоже сейчас дополните, кто начнет первым Сегодня праздник 4 октября, это Всемирный день защиты животных И, конечно, мы на станции тоже будем его отмечать У нас планируется проведение мероприятий с нашими кружковцами С областного мероприятия Brain Ring, которое мы будем проводить 19 октября И почему же выбран-то 4 октября? Что это за дата такая? Отмечать день, Всемирный день защиты животных Принят ли на Всемирном конгрессе в Италии в 1931 году? А 4 октября выбран на дата, потому что это день памяти Франциска Азийского Который считается покровителем животных И вот в это время, в октябре, проводятся различные мероприятия Посвященные охране природы, охране защиты животных Зоопартии, различные питомники И все стараются провести что-то для своих посетителей Точно так же и мы будем отмечать этот день Вот, и по нашим мероприятиям я хочу дать слово кубинам Мы представляем нашим кружковским областной эколого-биологический центр Наш центр всем знакомая станция юных натуралистов И мы являемся учебно-методическим координационным центром Эколого-биологического направления У нас ведутся кружковые занятия, мероприятия, которые воспитывают детей Любить природу, любить живых животных, растений И ведутся такие кружковые занятия, которые называются Юный следопыт, юный натуралист, юный аквариумист И в последнее время мы проводим такое кружковое занятие Ипотерапия Это лечение с помощью верховой езды Кроме этого, мы работаем над исследовательскими, опытническими работами Например, у нас есть все живые объекты Организуются экспедиционные работы Всем знакомы, и мы все со своими детьми любим Слет юных натуралистов Работают в трех направлениях Это орнитология, энтомология и флора Изучаем фауну нашей местности Особенно я бы хотела обратить такую номинацию Это энтомология Конечно, может, биологи, экологи знают Это те люди, которые работают с очком Как держать этот сочок, кого ловить, как наблюдать Для этого у нас должен быть фотоаппарат, телефон, бинокль И баночки, и морилки И одежда, соответственно, должна быть Конечно, эта работа нравится нам И нашим кружковцам мы с любовью, с удовольствием работаем У нас все интересно К нам приходят и родители Записываются наши кружковые занятия В последнее время живое общение с природой Это самое главное Это общение с природой, с животными Спасибо Стоит сегодня еще и отметить Что наша встреча совпала с таким праздником С профессиональным Это День Учителя И, пользуясь моментом, хотелось бы поздравить Всех педагогов с праздником Пожелать, конечно же, крепкого здоровья Творческих успехов в работе И благодарных учеников И уже поступает тоже поздравление В адрес учителей Доброго дня Поздравляем всех вместе И каждого в отдельности С профессиональным праздником Днем Учителя Желаем коллегам легких уроков Всегда понимания, без ссор и упреков Терпения железного моря идей И коллег адекватных, прилежных детей Спасибо за пожелания Что ж, дорогие телезрители Вы можете также присоединиться К поздравлениям Поздравить наших гостей С их праздником Со Всемирным Днем Животных Задать им также свои вопросы Пожелать им успехов Удачи в их нелегком труде Напоминаю, номер телефона 28 58 69 И номер ватсапа 837 264 15 Ну а теперь хотелось бы Снова обратиться к вам Татьяна Николаевна Расскажите нам, пожалуйста О коллекции животных Вашего центра И с кем вы сегодня пришли Представьте нам Ваших питомцев Детский зоопарк существует Детский зоопарк существует С 2002 года Вот коллекция наша Пополняется каждый год Пополняется за счет Посетителей Очень много животных Подранков Переростков каких-то Приносят к нам Жители города И очень жалко иногда Что приносят Вот, например, вот этот кролик Который сидит у меня Его тоже нам принесли Когда покупают в зоомагазине Может быть, дарят На день рождения Маленького кролика Они думают, что он больше не вырастет Вот этот карликовый кролик Но вы видите Он достигает довольно больших размеров Чтобы содержать его в квартире Вот И Ну, это лишний мусор Запах И потом, когда он уже подрастает Устает мама ухаживать И несут нам И вот всегда Очень Обидно за таких животных Они одомашненные полностью Они доверяют человеку Он такой милый Такой А потом С ними просто распрощаются И Как так можно? Месяц-два подержать Если ты привыкаешь Да Потом уже все К животному Дети приходят, отдают Сами плачут Родители Дети, то есть, не хотят Да, мы будем приходить Будем навещать его Приносить ему морковку Вот И у нас таких вот Подброшенных животных Очень много Они требуют Слишком много заботы О себе Эти животные Или как Почему родители Именно так легко И черепах Очень много несут Красноухих Они у нас Сейчас вот 40 черепах Которые у нас Жили летом В водоеме Сейчас мы их занесли В помещение На зиму Вот Тоже Приносят Просто сдают Просто Это А домашние Как бы Домашние животные Которые переросли Или которых Невозможно дальше держать Есть еще Детие животные Которые к нам Тоже подранков Приносят Очень много Сов у нас Таким образом Появилось Степных орлов Очень много Раненых Вот Нам Просто к забору Подносят Коробку И оставляют Вот И вот такое отношение Когда Ну и голубей Несут В общем все подряд Все что отобрали У собаки У кошки Вот Но мы Не ветеринарная клиника Мы Конечно у нас есть Ветврач Но мы не можем Принять Всех подранков Потому что мы Зоологическое Как бы Учреждение И раненые Животные Они тоже Представляют Опасность Для наших Животных У нас Редкие Виды Есть Которые Мы Обязательно Делаем Прививки Витаминизацию Профилактические Мероприятия Различные Вот Из природы Даже нельзя Брать Животных Потому что Они Переноси Различных Заболеваний Да Ну не только Опасных Как бешенство Допустим Но и Клещи Допустим Блохи Вши Насекомые Паразиты Ну вот Поэтому хочется Предупредить Людей Да Нужно Внимательно Относиться К животным Если ты Не можешь О нем Заботиться Лучше Оставить Его в природу Не надо Забирать Всех Слетков Если На земле Увидели Маленького Птенчика Родители Рядом Они его Выкормят Они его Докормят Не надо Стараться Спасти Да Мы иногда Усердствуем Но неправильно Да И Людям Жалко Но нужно Сначала Подумать А что Ты будешь С ним Делать Куда Ты его Денешь Если Ты его Забрал Домой Ну не зря Ж говорят Мы в ответе За тех Кого Приручили Того что вам Приносят Именно животных Вот скажем Подкидывают Но откуда Вы берете Новых животных Именно в зоопарке Вот мы сейчас Ждем Машину Скоргандинского Зоопарка К нам едет Самка Пумы Вот они нам Еще везут Янтовидных Собак Щенков Маленьких Вот это будет Наше пополнение В этом году У нас Дикобраза Семья Дикобразов Родила Маленького Дикобразика Конечно Его принести В студию Невозможно Потому что Родители его Охраняют И он сам уже Довольно Хорошо защищается Иголки растопыривают Приходите к нам Пожалуйста Смотрите Самых таких Милых Миролюбивых Животных Да Вот здесь Вот как раз У нас присутствуют Сейчас наши Кружковцы Наши юнаты И все они Расскажут О своих питомцах Вместе Давайте послушаем Девочки Возьми микрофон Это желтохохлый Кокоду Очень умные птицы В данном случае Это Розита Она живет В нашем зоопарке Очень веселая И игривая Но сейчас Она боится И шипит А чего она боится Именно Она себя чувствует Неуютно В нашей студии Она не привыкла К таким условиям То есть Здесь много света И микрофон Ну Да Птицы Кокоду В домашних условиях Требуют Внимание И любовь Очень шумные птицы Просто так Можно завести Кокоду Нет Это надо привыкать К шуму По утрам Потому что Они очень громко Кричат То есть У себя Именно в своем месте Он всегда кричит Он чувствует Себя как дома Здесь он просто Сейчас молчит Из-за того Что здесь Новая обстановка Как я поняла Да Не привыкла она К такому А вы не привыкли К его молчанию Да Нет Она не всегда кричит Только если Ей нужно внимание От кого-нибудь Она очень Мирная И дружелюбная Росла В домашних условиях Раньше И то есть Она дается Погладить себя Ей это нравится Ну ребят Как вам удается Наладить контакт Именно с животными С птицами Ведь не все могут Вот тебе лично Вот как ты смогла Найти общий язык Со своим другом Ну я даже не знаю Просто стараюсь Не делать резких движений А они чувствуют вообще Скажем чужих людей Когда их берут в руки Когда с ними говорят Как они привыкают К новым людям К обстановке Ну Часто приходить Подкармливать можно Они уже Тебя запоминают Они не боятся Доверяют тебе А когда чужие люди Просто берут Они уже чувствуют Себя неуютно Пытаются уйти Улететь Могут укусить Поцарапать Вот так Спасибо Можешь передать Микрофон Сейчас Следующий Нашей Частнице Это морская свинка Она очень Дружелюбная И очень добрая Она легко Становится Домашним животным Она приучается Приручается Быстро Вообще Это лабораторный Питомец Их вообще Используют Для лабораторных Опытов Ее Нужно содержать В хороших условиях Чтобы сюда были Поилки Кормушки Всегда нужно Менять Постилочный материал И дезинфицировать Его часто Ее можно Кормить Фруктами Овощами И зерном А сейчас Как она себя Чувствует Ну она немножко Боится Тоже боится Да То есть Непривычно Ей С первого раза Здесь Находиться Спасибо Расскажи нам О своей Это шиншилле Да Ну они тоже Дружелюбные Особого внимания От людей Сейчас Она боится Она прям Вся Зарашит Она занесена В международную Красную книгу Питается Синами растений Ветками Крустарников И Насекомыми У нее Большие уши Большие глаза У нее Много шерсти По сравнению С другими животными На одном Квадратном Сантиметре У нее Более 25 тысяч Волосков Стоит Наверное Татьяна Николаевна Сказать Чтобы этих Животных Тоже Защищали Потому что Насколько мы знаем Есть шубы Шиншиловые Которые Сейчас Тоже Вошли В моду И Так как Сегодня Всемирный День Защиты Животных Нужно Наверное Тоже Обратиться К телезрителям Не хочешь С призывом Каким-нибудь Именно Чтобы люди Бережнее Относились К своим Братьям Меньшим Мне жалко Животных Потому что Из них Так делают Вот эти Шубы Я вообще Против Насчет Этого Чтобы делали Шубы Из всех Животных Ты сама Не будешь Никогда Носить Такую Шубу Если тебе Купят Из натурального Меха Не буду Не будешь Мне жалко Спасибо И Илья У нас Сегодня В студии Пожалуйста Расскажи нам Тоже О своем Питомце Что он С собой Представляет И Как давно Ты сам Посещаешь Зоопарк И Именно О своих Любимых Животных Зоопарке Ну что ж Для начала Я хотел бы Поприветствовать Вас Телезрители Программы Моншевак Я Сейчас Нахожусь Со змеей Майсовым Полозом Неядовитая Змея Обитающая В Северной Америке Некрупная Стройная Змея Обычно Достигает Длины Полтора Метра Естественная Окраска Оранжевая С черными Полозами Окружающая Красными Пятнами Но так Как у нас Другой Морф Другой Окраска Зовут Его Атос Атос? Ну Так Называл Его Наш Кружков У него Есть Брат Рамис Популярно В коллекциях Любителей Рептидий За Последнее Время Было Введено Большое Количество Различных Окрасок Морф Моисовых Полозов Вот Одна Сейчас Одна Из Одна Из Таких Морф Предпочитает Селиться На склонах Среди Болежника Искази Скал Так Вот Чем Питается Моисовых Полоз Расскажи Нам Пожалуйста Интересно Знать Не Крупными Птицами Грызунами Вы Чем Кормите Там Зоопарки Ну Обычно Крысятами Мышатами И Яйцами Старыми Яйцами Старыми Угу Вот так Обычно Живет На земле Может Лазить По деревьям Препочитает Охотиться На земле Угу А какие еще Интересные Факты Ребята Вам известны О своих животных Может вы тоже Вспомните Ну Мне о ней Мало что известно Но Это Популярная В коллекциях Любитель рептиды Змея Сколько лет Живет Эта змея Обычно Максимальный Срок жизни 9-10 лет 9-10 лет А сейчас Сколько лет Вроде как 6 или 7 лет То есть Она не достигает Больших размеров Это все самое Нет Самое крупное Спасибо Илья Я думаю Что вы сейчас Обязательно Дополните Я хотела бы Представить Нашим телезрителям Еще двух Девушек Это волонтеры Центра приюта И хотелось бы Девочке Чтобы вы тоже Рассказали О приюте Для животных Именно собак Чем вы занимаетесь И Именно Тоже Обратились К телезрителям К телезрителям С пожеланиями На сегодняшний день Тема Бродячих Животных Она актуальна В основном Бездомные Животные Это те Животные Которые Оказались Выброшенными На улицу И Они в основном От домашних Кошек И собак То есть Когда животное Идет на самовыкул Оно соответственно Приносит приплод Приплод Хозяинам не нужен И Котят и щенят Просто Выкидывают Подбрасывают На улицу Также Дачники На летний сезон Тоже Запускают себе Кошек Собак А когда Заканчивается Лето Животных Просто Выгоняют На улицу Тем самым Животное Становится Бродячим И Как у нас Заведено В Уральске Если животное Бродячее Его нужно Срочно Изолировать От людей То есть Вызвать Отлов И В основном Ну По закону У нас Есть Питомник В Круглоозерном Куда отлавливают Собак И в течение Трех дней Животное Находится там И если Хозяин не объявился То Животное Могут усыпить Но только Гуманными Способами И методами Но На практике Как показано Данные Случаи Очень редки Когда животных Действительно Помещают В питомник Они там Содержатся В основном Их сразу Стараются Уничтожить На месте Многие люди Были свидетелями Жаловались Писали Письма Вот Я считаю Что Если Каждый Кому Жалко Животных Будет Кормить Кошек Собак Не будет Выкидывать А стараться Пристроить Этих Бедных Животных Кто-то Постерилизует Кошку Кто-то Поможет Приюту Финансово Продуктами Таких проблем Не было бы Да Таких проблем Было бы меньше И можно было Сократить Количество Бездомных Животных Люди Должны Вести Ответственность Беря животное К себе Домой А вот скажи Девочки А что Вас подвигло Именно Помогать Этим Животным Как давно Вы занимаетесь Данной Деятельностью Котенка Замерзающего То есть Вы домой Все приносили С детства Ну так же И сейчас Помогаем Приют Мы являемся Представителями Приюта Доброе сердце То есть Он Содержится На деньги Волонтеров То есть Не безразличных Людей Также Мы призываем Наших Уральцев Кто может Кто хочет Помогать Приюту Финансово Также Физически У нас сейчас Находится Три человека Три основателя Приюта Те, кто Каждодневно Ухаживают За животными Кормят Их Содержат То есть Три человека Это очень мало Получается Люди Уделяют Все свое Свободное Время Животным Также Если бы Государство Обратило Внимание Хотя бы Выдели Например Территории Потому что Сейчас Приют Снимает Базу На собственные Деньги Если бы Государство Выделило Какую-то Территорию Было бы Намного Легче Содержать Бездомных Животных Сейчас У нас Находится Около Ста Около Ста Собак Кошек То есть Люди Не думая О последствиях Приносят Просто Даже Бросают Возле Приюта Недавно Даже Был такой Случай Что Подбросили Восемь Щенят Они были Инфицированы То есть Больные И получается Они заразили Других Щенков В приюте И Сами Частично Тоже Умерли Потому что Инфекция Интерит Заразная Хотелось Бы Тоже Привлечь Людей Чтобы Если вы Видите Например Животное Вы бы Сами Помогли Как-то Пристроили Даже Если Не можете Забрать К себе Домой Возможно Просто Подкормить Хотя бы Просто Не пройти Мимо Спасибо Дорогие Телезрители Я хочу Напомнить Что Передача У нас Сегодня Посвящена Всемирному Дню Защиты Животных Если У вас Есть Какие Вопросы Нашим Гостям То Вы Можете Их Задать Дозвонившись По Номеру 28 58 69 Или Написать На номер Ватсапа 837 264 15 А пока Наши телезрители Настраиваются Прервемся Буквально На несколько Минут На музыкальную Композицию А далее Мы продолжим Нашу передачу Оставайтесь С нами Композиция 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 Сорап Кешірім Шүрегесігін Кағасын Кайтадан Жан Малайда Кайту Оңайма Өткен Күнге Артта ғалған Сепеппі өз Кергем Өзімен Өзімен Сөзбергем Ұмытам Деп Сені Мәңгілік Күрімге Өппелесің Айтшы Кімге Сенедің ұйқалымаған Бұлды біз бірге Күрімге Өппелесің Айтшы Кімге Сенедің ұйқалымаған Бұлды біз ұйқалымаған ұралғым ұралғым келеді Сенедің ұйқалымаған Бұлды біз бірге Күрімге Өппелесің Айтшы Кімге Сенедің ұйқалымаған Бұлды біз бірге Күрімге Бұлды біз ұйқалымаған Сенедің ұйқалымаған Бұлды біз Күрімге Бұлды біз ұйқалымаған Бұлды біз Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. И я бы хотела сейчас задать вам такой вопрос. Татьяна Николаевна, я думаю, что и ребята сейчас присоединятся. Мы знаем, что в вашем центре проводится очень много мероприятий, именно экспедиции, скажем так. Могли бы рассказать о своей последней экспедиции? Что это была за экспедиция, куда вы ездили? Последняя экспедиция у нас была в этом году, в августе. И наши ребята, которые здесь присутствуют тоже, они ездили, мы нанимали специальный автобус. Две «Газели» у нас было, 30 человек участников. И вот все, наверное, были в восторге от того, что новое место, новые природные условия. Хотя в это время была жара, достигал почти 40 градусов, но мы справились с ней. И у них очень много впечатлений. Мне кажется, они сегодня тоже могут рассказать, что они изучали там. Вот это вот последняя большая такая экспедиция для наших кружковцев. Обычно мы проводим слёты натуралистов, различные полевые практики для области. Участвуют учащиеся школ города, области. То есть не наши кружковцы. Для наших кружковцев мы в этом году организовали большую экспедицию. Ребята, расскажите. Мы ездили в августе, очень понравилось. Индорские горы, да. Там сам озеро Индор тоже красивое очень. Видели карьеры. Очень, вообще, самые классные, мне кажется, что там было. Такая вода прям нежная, бирюзовая. Очень много воронок там. Да, картовые воронки. Много соли очень. Вообще, мне кажется, там почти только одна соль. Озеро самого толком не видели. Да. И мел. Мел, соль. Почти только это. Собирали минералы. Это кварц, соль. А, гипс. И собирали гербари растений. Очень много солянок там растет. Ну, и все, в принципе. А вам чем запомнилась девочка экспедиция? Ну, она не ездила. Она не ездила. Ну, мне понравилась больше всего карьер. Софа уже сказала. Там горы были очень красиво. Ну, самое такое вот, то, что нам больше всего не понравилось, это рассказывать, ну, как экзамен, говорить растения. Больше всего волнения было на этом. Но вообще мне очень понравилось. Я еще раз хочу туда съездить. Все вместе, в одной комнате практически. Все нормально, мне понравилось. Спасибо. Татьяна Николаевна, что дают такие экспедиции, скажем, вашим детям, именно вашего центра? Ну, знаете, вот мы планируем каждый год новое место, чтобы и самим изучать, и детей научить, как правильно работать в природе, новые методики. Вот в прошлом году наше областное управление образования запустило проект «Интерактивная карта» нашей области, Западно-Казахстанской области. И вот очень много материала нам дают такие экспедиции. То есть, наши институты, да, университеты имени Утимисова, они, конечно, проводят практику со своими студентами, выездные, вот, но материалы, вот мы поехали, а этих растений нету ни в одном списке. И много видов животных тоже не учтены в списках, которые дают ученые, ну, университеты имени Утимисова. То есть, мы пополняем видовой состав. И вот все данные мы будем постепенно, все это заносим в интерактивную карту области. Вот она есть, можно ее найти на сайте. Интерактивная карта. И там очень много информации, не только по растительному животному миру, там и археологические памятники, исторические памятники, достопримечательности, герои нашей области, да, памятные какие-то места. Вот, и я советую всем посетить такой сайт. Интерактивная карта Западно-Казахстанской области. Вот, и эти экспедиции нам тоже дают большой материал. А также наши вот юнаты, которые здесь сидят, они участвуют в проектной деятельности. Вот у нас несколько проектов, мы их реализовали на станции. Один из проектов – это «Тропа здоровья». И вот они все наши строители «Тропы здоровья». И сейчас очень много посетителей, благодаря благоустройству нашего центра, благодаря детской площадке и «Тропе здоровья». Вот летом там постоянно очень много детей. Частами. Они даже приходят не только животных посмотреть, но и на карусельках наших покататься. Затем у нас есть проект «Ипотерапия». Это тоже вот начинали наши юнаты, разрабатывали проект. И сейчас вот у нас приобретены две большие лошади крупных пород, которые у нас обучены специально для «Ипотерапии». А наши ребята, вот Кочережкин, Илья, волонтер у нас, Панова, Арина, Приказчикова, Настя, они тоже помогают катать больных детей на лошадях. Они у нас этих лошадей учат, обучают, гоняют их там, чистят, ухаживают. То есть вот это и кружковцы нам тоже в этом помогают. Еще один проект «Цветочная радуга». Он занял место. У нас есть лауреат международного конкурса «Зеленая планета». И вот в октябре-ноябре будет награждение. И наш Приказчикова Анастасия победитель этого конкурса. Вмечательно. Мы рады вашим успехам, конечно же, и думаем, что у вас впереди еще будет много новых побед. Так что желаем вам удачи во всем. Если вернуться к нашей с новой теме, расскажите вообще, какова посещаемость вот именно вашего зоопарка нашими жителями города. Приходят ли взрослые? Они, может быть, ностальгируют? Или вот раньше же, помните, да, был зоопарк, я помню, мы тоже ездили. Или же все-таки за новыми впечатлениями? Знаете, у нас есть посетители постоянные, которые каждую неделю ходят. И есть новые. Приходят и говорят, мы первый раз, а мы не знали. А почему вы рекламу мало даете, что у нас в Урассе есть такой зоопарк? А когда вы приехали? А вы уезжаете? То есть такие вопросы вот задают. Очень много из других городов приезжает. С ладерей. Летом особенно, вот когда позволяет погода, праздники, выходные. У нас просто пройти невозможно иногда, да. В живой уголок лучше не заходить, потому что там толпа. Я не знаю, как выдерживают вот эти вот животные. Столько народа. Но они адаптировались же полностью, поэтому мы их берем. И вот, видите, они совершенно не боятся, потому что они привыкли к шуму, привыкли к постоянному вниманию людей. И у нас из года в год растет. Где-то вот в прошлом году было 52 тысячи человек за год. В этом году, мне кажется, мы намного превысили вот по количеству посетителей. Спасибо. Ребята, может, вы еще дополните сейчас, расскажете о своих животных. Может быть, что-то забыли нам рассказать. Илья, ты все рассказал именно? Какие другие наши? Какие действительно другие? И вот именно какие тебе больше нравятся? Вот ты, если я не ошибаюсь, второй год уже приходишь со своим полцом. Третий год. Третий год со змеей, да, с этой именно? Ну, скажем так, я люблю всех животных в зоопарке. Мне они интересны каждому по-своему. Вот, знаете, можно я добавлю про Илью Кочережкина? Вот он у нас был посетителем зоопарка. Он просто ходил каждый раз, приходил по своим свободным временям, по выходным. А у нас в воскресенье занимается кружок, который ухаживает за змеями, кормит их там, и аквариумы чистят, все помогает делать. А Илья ходит, смотрит на это все, говорит, а можно я тоже к вам буду ходить? А я на него смотрю, и мне показалось, что он уже взрослый, уже закончил школу. Я говорю, да вообще-то у нас дети ходят, а я только восьмой класс. Для восьмого класса выглядело взрослым совсем. Илья, может, продолжить. И нам привезли новый МИУ. Тоже тигровый бетон. Альбинос. И вот ее зовут Сара, и вот она у нас недавно появилась. Тоже у Сары такая, знаете, история длинная, потому что эта Сара, она попала в руки к фотографу, завел специально, чтобы фотографировать людей. Она прошла уже трех фотографов, и каждый раз один фотограф нужно держать, кормить, ухаживать. Не всегда получается. И они ее продавали один другому, один другому. Сначала просили очень большие деньги, потом поменьше, потом нам предлагали купить. Но у нас уже есть питон. И кончилось с тем, что они его просто нам сдали. Бесплатно отдали в добрые руки. Илья, ну откуда у тебя такая вообще любовь, скажем, к змеям? Тебе, наверное, часто задают такой вопрос окружающие люди, твои друзья, скажем, родные. Ведь не все могут взять его на руки, тем более постоянно, да, скажем, такой тесный контакт. Ну, мне такая приосторожность к змеям, это довольно оправданно, так как крупная змея, скажем, тигровый петон, может с легкостью убить косулю или человека. Сначала укусившись с него и сдавляв его. Ну, а так, цены змеи довольно интересные. Это здание. Не такие страшные, как говорят. Возьми микрофон еще поближе. В принципе, интересно животное. Вот. Змеям у меня было давно. И мне больше нечего. Спасибо. Остается у нас буквально три минуты до окончания эфира. И, конечно же, хочется в заключение услышать еще раз ваши пожелания теплые всем телезрителям. Ребята, наши школьцы говорят. Мне запомнился один момент. Мне пришлось один... У нас есть рабочие, которые ухаживают за животными. Мне пришлось один день кормить, где попугаи, аквариум. И вот когда откроем утром дверь, все шумят. Это значит, все приветствуют нас. И все хотят первым кушать завтрак. А когда последним приходишь, поселим птичкой, они не смотрят на тебя. Обиделись. Это значит, они не могут говорить, но они понимают нас. То есть они еще характер свой показывают. И не дают тарелку посуду. Татья Николаевна. Мне хотелось поблагодарить наших гостей тоже, которые рассказали о животных. Вот это, мне кажется, такая тема злободневная. Потому что мы работаем все с животными. Каждый день мы приходим, общаемся. Наверное, мне приходится больше общаться с вот этими, со зверями своими, чем с коллективом. Я коллектив вижу иногда, не всегда даже, забегая на несколько минут, и опять убежала, потому что очень много вопросов. И когда я вижу равнодушных людей, которые боятся, приводят детей к нам, и как-то стараются, ой, тут пахнет, и как-то стараются оградить от этого детей, мне кажется, наоборот, с маленького возраста нужно приучать. Вот у нас сейчас на ипотерапию ходит девочка, которая ужасно боится, ужасно боится лошадей. И вот мы ее сейчас на третий день, она погладила, наконец-то, лошадку. Погладила, рукой дотронулась, понимаете? Вот это прям чувствуется, в душе такая радость, что ребенок, наконец-то, не боится. И вот мне хочется передать всем, пожалуйста, учите своих детей добру через животных, через любовь к животным. Заводите дома попугачков, хомячков, рыбок, чтобы дети меньше в сотках сидели, меньше в телевизор смотреть. Да? А больше общались с животными. Спасибо. Ну и вам, девочки, снова. Мы хотели сказать, что сейчас проходит акция у ветеринарной клиники, которая находится на рынке напротив торгового дома Азиза. Вот там, получается, сейчас проходит льготная стерилизация животных. Также вы можете принести домашнее животное, и у вас будет, например, вместо 25 тысяч на собаку будет около 12. Также и кошку можете стерилизовать. Это будет, ну, как бы, выходом легче, чем выкинуть рожденных котят или щенят на улицу. Ну и, девочки, есть вам что дополнить? Что бы вы хотели пожелать всем телезрителям? Своим ровесникам? Мне хочется поздравить учителя и с Днём учителя. Они заслужили этого праздника, потому что с помощью них мы узнаем что-то новое, которое нам пригодится. Татьяна Николаевна наш учитель, и мы много всего узнаем про животных. Это очень интересно. Она очень интересно объясняет, всё понятно. В принципе, то, что мы рассказывали, мы узнали о Татьяне Николаевне про животных. Ну, хочется пожелать им всего хорошего и чтобы дальше работали. Да, и все слушались их, потому что учителям быть трудно, многие не слушают. Ну вот. Спасибо. Я хочу, ребята, поблагодарить вас всех за участие в нашей программе. Спасибо педагогам с праздником вас, с вашим профессиональным. пожелать вам как можно больше благодарных учеников, именно вот таких, как сегодня пришли к нам в студию, но и вам также. Процветания, вашему приюту, чтобы побольше было неравнодушных людей, именно, и, как говорится, мир не без добрых людей. Пусть побольше будет таких людей, которые окажут вам помощь и свою поддержку. Именно праздник, посвященный животным, должен еще раз напомнить людям об одном и важном, замечательном человеческих качествах. Это милосердие, которое должно распространяться на наших меньших братьев. Ведь их жизнь и благополучие во многом зависят от людей. Всем желаем приятных выходных и до встречи на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин